в этом видео мы поговорим о основных способов построения сложных 3d объектов а именно о командах выдавить лофт вращать сдвиг и создание мульти полетела итак начнем с первой команды и первая команда это выдавить что она себя представляет данная команда позволяет выдавливать из плоских объектов 3d тела знаете посмотрим как она работает например я нарисую прямоугольник поверну экран и с помощью команды выдавить данный прямоугольник превращу в 3d тело таким образом можно получить 3d тело из обычных плоского примитива немножко усложним и сделаем например что-то более сложной формы сейчас не буду вычерчивать все по размерам просто откажу работу этой команды более наглядно итак выбираем выдавить и выдавливаем объект вот таким образом мы получили вот такой вот такое построение значит у данной команды есть вкладка режим то есть мы можем выдавливать тело в поверхность то есть выбираем команду выдавить режим поверхность и убираем тело в чем отличие тему поверхности мы еще будем затрагивать тело представляет из себя заполненный объект то есть если вы сейчас выделить и нажать control 1 то есть попасть в свойства то мы здесь видим что у нас 3d тело если же мы выберем сейчас поверхность то мы видим как меняется тип объекта так и это все удаляю чтобы не мешало дальше отдельно тело и поверхности мы будем рассматривать но не в этом видео в этом видео только разберемся с инструментом построения следующий инструмент это лофт сейчас я покажу как это работает вкратце лофтинг позволяет нам создавать объекты сложных форм например я сейчас это сделаю несколько сечений и вы увидите как это работает так вот здесь вот чтобы не было острых углов немножко подредактируем так у нас получилось 3 сплайна теперь я эти сплайны помещу сейчас на разную высоту например где-то так то есть координата z сейчас у этих у каждого сплайна будет отличный от нуля кроме 1 теперь выбираем инструмент лофт и указываем сечение первое второе и третье нажимаем enter так здесь оставляем только поперечное сечение и смотрим что мы получили мы получили вот такую вот сложную фигуру которую мы можем с помощью наших ручек видоизменять придавать и необходимую форму конечную которая нам нужна таким образом с помощью инструмента лофтинга можно создавать объект от различных сложных форм теперь следующее вращение выберу сейчас полилинию не сделаю что-нибудь вот такое так теперь выбираем инструменты вращение выбираем нашу полилинию и указываем ось вращения то есть ось относительно которой будет происходить вращение где-то вот здесь укажу сейчас и нажимаем enter указав угол вращения например 360 градусов результате получили вот такой вот поверхность с помощью данного инструмента можно создавать различные валы и круговые формы и так далее перилы лестницы много всего полезного этот инструмент нам позволяет делать значит следующий элемент это сдвиг работает он следующим образом он позволяет сдвигать объект по траектории и создавая таким образом 3d тело например возьмем окружность выберем инструмент сдвиг выбираем окружность и указываем путь по которому так еще раз и указываем путь по которому мы эту окружность будем сдвигать таким образом с помощью сдвига мы получили такое 3d тело тоже применяется очень широко с помощью этого инструмента можно создавать подобные объекты следующий инструмент у нас это поле тело достаточно удобный инструмент для создания каких-то стен заборов перегородок и так далее он похож на инструмент из плоского моделирования полилинию то есть он ее полностью дублирует единственное что создается 3d тело с высотой есть очень удобная функция у данного инструмента мы можем например у нас есть чертеж какого-то помещения можно несколько перегородок например добавить сюда мы можем это помещение сразу же поднять с помощью инструмента поле тело то есть чтобы не вычерчивать стены не выдавливать их выбираем инструмент поле тело и задаем необходимые параметры во-первых высота оставим 3000 значит ширину 510 также оставим можно выбрать выравнивание это параметр который нам покажет относительно чего мы будем данный инструмент строить то есть либо у нас курсор будет находиться точка вставки посередине либо справа либо слева значит теперь нам нужно выбрать объект и получаем сразу же готовые стены повторяем тоже самое например с перегородками я сейчас нажимаю кражешь пробел чтобы повторить команду и таким образом мы получаем уже готовую коробку с помощью одного лишь инструмента поле тела и еще один инструмент также важен вытягивание чем он отличается сейчас я продемонстрирую положим нас есть какая-то фигура значит инструмент выдавливание он выдавливает именно объекты инструмент вытягивания может вытягивать области вот такие пример нам нужно выделить только часть с помощью инструмента вытягивания мы можем какой-то один отдельный кусок вытянуть это основное различие между инструментами выдавить и вытягивание на этом данный урок закончен спасибо за внимание